Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько не показывал я вам рецептов хлеба. Исправляюсь. Меня сотню раз уже, если не тысячу, просили показать рецепт приготовления теста на закваске. Я все время отнекивался, мотивируя это тем, что мало кто захочет возиться и готовить эту самую закваску. Но решил объединить в ролике сразу и приготовление теста на закваске, и один очень интересный, на мой взгляд, конечно, способ формования хлеба, ну или хлебных булочек. Сначала, что касается закваски. Я выращивал ее по методу профессора хлебопека Раймонда Калвеля. В интернете очень много раз разбирали этот способ. Я вам под этим роликом в описании ссылочку на ЖЖ одной дамы или девушке Мария Нага. Очень грамотная дама. У нее статья по поводу как раз-таки приготовления закваски по этому методу, по методу профессора Калвеля. Вот по ней и готовьте, если интересно. Итак, вот здесь она у меня и живет. Закваска я имею ввиду. Вчера вечером в очередной раз подкормил ее, ну то есть добавил немного муки и воды, и полминуты перемешивал. И вот так она у меня поднялась. Каждая закваска, живущая в каждом доме, по-своему уникальна. Это же симбиоз диких дрожжей, молочнокислых бактерий и какие именно культуры дрожжей в результате выращивания в ваших условиях, вашей влажности, вашей муки в конце концов у вас преобладают. Так она у вас и получится. Запахи, ароматы очень сильно отличаются у разных людей. Все, что касается закваски, выращиваем в домашних условиях, естественных. Каждая закваска пахнет по-своему. Даже я вот делал 2 или 3 разных закваски, и все пахли по-разному. Вот это конкретно пахнет почему-то кисными яблоками. Очень приятный запах. Смотрите, как она запузырилась. Да, и не надо думать, что вы растите закваску месяц для того, чтобы приготовить там 12 булочек. Нет, вырастили, пользуйтесь закваской год-два. Отделяя под каждую выпечку необходимое количество остаток подкармливаете мукой, водичкой, и она опять вам растет. Закваска придает хлебу очень характерный вкус, очень характерный аромат, но работает, в отличие от обычных стандартных хлебопекарных дрожжей, гораздо медленнее. Я ставлю хлеб на густой опаре. Для ее приготовления мне понадобится 35-40 граммов вот этой закваски. Вот, как-то так. Чтобы в будущей опаре дрожжевые культуры и молочнокислые бактерии распространились равномерно и как можно быстрее, разведу ее водой. Ее понадобится совсем немного. 35 граммов. И старательно перемешать до однородности. Вода обычно кипяченая, давно остывшая, температура не важна. А теперь мука. Примерно 65 граммов. И перемешать тоже до однородности. То есть, всего у меня получается комочек очень густой опары весом 140 граммов. Остается накрыть его пленкой, чтобы не пересыхало, и оставить на выбраживании. Немного сбоку прудах оставлю, чтобы тесто не задохнулось. Удобнее всего проводить эту процедуру с вечера, оставлять ее выбраживаться на ночь, а хлеб начинать печь уже с утра. Поэтому из-за этого длительного промежутка времени я, собственно говоря, так и тянулся роликом. Ладно, у меня перерыв. А у вас разглядывание к Стабланке с высоты птичьего полета. И вот так выглядит закваска через 6,5 часов. Все, ждать больше не могу. А то солнце уходит. А пока еще тесто подойдет. Потом расстойка, потом выпечка. Уже глубоко ночью заканчивать придется. Приступим. Вода. Дрожжи. И сразу мед. И перемешать. Причем здесь дрожжи, спросите вы. Да, можно, конечно, готовить исключительно на закваске. Но на мой вкус она придает слишком сильный вкус. Я имею в виду слишком сильный кислый вкус. Если приготовить исключительно на закваске, то к тому времени, когда тесто поднимется, молочно-кислые бактерии развернутся уже вовсю шить. А вот если добавить немного хлебопекарных дрожжей, то они поднимут тесто гораздо быстрее. И оно не успеет набрать вот этой кислоты от молочно-кислых бактерий. То есть я получу более сбалансированный вкус. Теперь нам добавить соли. Перемешать. И муки. И хорошенько вымесить тесто. Руками минут 12-15 займет. Я использую планетарный миксер. В нем идет минут 6-8 на средней скорости. И после окончания выбраживания накрою, держусь тестом, полотенцем. Уберу его в духовку, включу там лампочку. Ее тепла как раз хватит для создания оптимальной температуры. Это 28 градусов. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Прошло полтора часа, и тесто, как вы видите, прекрасно поднялось. Пора формовать булочки. И я напоминаю, что именно из-за способа формовки я как раз-таки решил снимать сегодняшний ролик. Тесто у меня всего 1200 граммов. Ну, плюс-минус 1200. Смотрите, как оно пузатое и лениво разлеглось. Чтобы получились одинаковыми, разделю тесто на весах. По 100 граммов на штучку. И теперь непосредственно формование. Тот самый сложный момент. Сначала надо стандартно взянуть шарик. Правильно, ну, читай, интенсивно и долго. Вымешанное тесто имеет такой хорошо развитый глютеновый каркас. И потому на ощупь, как кусочек очень мягкой, но при этом очень упругой резины. И вот такими обтягиваниями я еще больше придаю упругости комочку теста. Как-то попробуйте это сделать. Сразу почувствуйте руками. Сопротивление такое. Теперь надо с этой стороны побольше муки. Теперь с этой. Обязательно как следует испачкать мукой основание ладони. И вот так расплющить. По сути, разделяя комок на две половинки. Теперь эту половинку по складке подогнуть сюда, а эту ей навстречу. Достянуть в стороны. Склеивать подогнутые половинки между собой не надо. Так, слегка придавить без фанатизма. И достаточно. А вот краешки этого веретена слегка подкатать. И теперь укладываю это веретено на бумагу для выпечки защипом вниз. Это важно. Именно защипом. Повозю-ка по муке. И вот этой стороной на бумагу. И в таком духе формую все остальные. Очень важный момент. Растойка. Сотни, тысячи, десятки тысяч рецептов о всем интернете опускают этот момент. Либо говорят, ну 20 минут стояла и в духовку. Слушайте, не надо так делать. Это полная порнография. Пока вы тесто формовали, вы выдавили из него весь газ. Оно осело. Дайте дрожжам снова поработать. Дайте тесто наполнить газом. Тогда у вас будет пышная выпечка. Накрыли после формовки полотенцем. Если в комнате, ну в вашем помещении сухо, второе полотенце увлажните и положите сверху. Ну, либо пленкой накройте первое полотенце сверху полиэтиленовой. В вашем помещении должно быть тепло, 28 градусов. Оставьте на час, минимум, лучше час двадцать. И вот так они выглядят через час. Выпекать надо в раскаленной до 250 градусов духовке. В идеальном варианте. На раскаленном камне. Нет у вас камня, положите плитку керамическую, которая осталась у вас от ремонта. Раскалите ее. Нет плитки, ну возьмите в конце концов старую чугунную сковородку. Переверните ее донышком кверху. Разогрейте в духовке. И прямо на этом донышке выпекайте. Ну, если уж и так у вас даже такой сковородки нет. Ну, по крайней мере, противень возьмите. Раскалите его там. И на раскаленный противень кладите. Чтобы было проще, я прямо на бумаге для выпечки булки на камень сбрасываю. Ну, теперь, чтобы получить красивый внешний вид, надо аккуратно каждую булочку перевернуть защипываемую вверх. И вот тогда, при выпечке, ее и разворотит эффектно. На камень. И воды на дно. В духовке температура-то высокая. И если там сухо, то поверхность каждой булочки начинает очень быстро высыхать. Образуется корочка. А теплота внутри булки еще не успела пройти. В результате, когда она-таки проходит вовнутрь, и пузырьки газа пытаются расшириться, на поверхности каждой булочки корочка уже образовалась. И расшириться пузырьки газа не могут. В результате выпечка не подходит. Если вы увлажните атмосферу внутри духовки, тогда эта самая корочка образуется медленнее. И булки успевают вырасти в духовке. Успевают сильно вырасти. Поэтому увлажняйте. И вот теперь, наконец, долгожданный момент. Разглядывание булок вами и пробование булок мной. Слышите, какая корочка? Хрустящая. Ах, какая красота! А запах просто волшебный. И кислинкой пахнет. И легкий намек на мед. Такой, знаете, на грани угадайки. Медом что ли припахивает или нет? Или показалось волшебно. Свежий хлеб, в принципе, потрясающе пахнет. И очень вкусен. А уж на закваске. Что касается закваски. Если вам лень с ней возиться, прекрасно понимаю, сам лентяй. В конце концов, формуя вот таким образом булочки, можно приготовить их из теста без закваски. Ну, например, возьмите рецепт вот из этого ролика. Если не лень. Ой, какая красота! А то можете заморочитесь и приготовите. Это классно. Долго ждать, конечно, эта закваска вырастет. Но так вот она у нас стоит, есть не просит. И я раз в неделю иногда, два раза в неделю пеку. И все прекрасно. Огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Традиционное спасибо спонсору Самури за предоставленные ножи. Кстати, соберетесь прикупать их. Помните, что по промокоду Фреско можете получить скидку в 20%. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки и дизлайки, и делает репосты. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok